Мы читаем Китвей Баль Сулам, страница 192, Птиха Лахмата Кабала, пункт 134, Кабала Ламатхир, страница 368. Нас можно видеть в прямом эфире, задавать вопросы через сайт kav.tv, вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Китвей Баль Сулам, сочинение Баль Сулама, страница 192, Птиха, пункт 134, или Кабала Ламатхир, страница 368. Подзаголовок «Правила постоянных мохин, подъем парсуфов и миров в течение 6000 лет». Уже выяснилось, что гадлут, гар и семи сферот, некудим, происходит в три этапа, в виде трех точек, холам, шурук, хирик. И отсюда пойми, что есть два вида восполнения десяти сферот для получения мохин в гадлуте. Первый – подъем и включение высшего, а именно, когда зон Деак светит новым светом через табур в кетер-некудим и спускают нижнюю гей из никви и найм в пе. Тем самым поднимаются Ахаб, упавшие в кетер, которые были в Абаваима, и возвращаются на свой уровень в кетер и восполняют десять сферот. И тогда считается, что вместе с ними поднимаются также и Гальгальта и найм в Абаваима, которые были слиты с Ахабом кетером, и находятся также Абаваима, включенными в десять сферот кетера. Поскольку нижний, поднимаясь к высшему, становится как он, и считается, что также и Абаваима постигают Ахаб, который им не хватал для восполнения десяти сферот, в силу включения в кетер. И это первый вид мохин в гадлуте. Это то, что мы изучаем. У нас есть кетер, Абаваима, потом зон, в мире некудим. И во всем Ахабе Высшего находится слитый Гальгальта и найм низшего. Вначале все находились в состоянии Катнут, и были только Гальгальта и найм активными, и Хахабы были аннулированы. А потом, когда начал поступать свет Абсаг, свет Абсаг, свет Гадлута, большого состояния, который дает Гадлут, дает силу экрана, тогда этот свет прежде всего осветил кетер. Когда он посвятил кетеру, он дал кетеру силу находиться в Гадлуте, тогда кетер относительно Гальгальта и найм присоединил свой Ахаб, и образовались десять полноценных сферот в кетере. Но поскольку Гальгальта и найм до има тоже были слиты с кетером Ахаб, Ахаб до кетера, они тоже поднялись наверх и получили компенсацию за счет Ахаб до кетера. В Ахаб до кетере сейчас есть свет Хохмай, значит Гальгальта и найм до Абаваима могут воспользоваться этим. Орхохмак, который находится в кетере тогда в Абаваима, образовался состояние Гадлут, тоже десять сферот, несмотря на то, что это десять сферот не их, Гадлут за счет высшего, но это не важно. Младенец, который прилипает к высшим, получает все то, что высшие, большие, взрослые должны ему поставить и не чувствует никакого недостатка. Малыши получают все за счет того, что подчиняются высшим. Это называется Гадлут Доминаали в первом виду. Почему Гадлут? Потому что все, что необходимо, получают Гадлут, потому что относят себя к Гадлуту, большому состоянию, взрослому состоянию, высшего. Не следует считать, что это проходит таким автоматически, само собой разумеется, образом. Потому что если бы я, если я находился в определенном состоянии, когда высший демонстрировал мне тьму, это Ахаб Высшего, в то время, когда Ахаб в Катнуте, это мои Гальгальта и Наим, это я, это Высший, так, значит, Высший показывает мне тьму, и в этой тьме я и был слитым. Мне было все равно, лишь бы быть слитым свыше, даже если я не получал от него ничего, даже если он пренебрегает много, даже если он не отторгает, даже если я чувствую от него только проблемы и страдания. Неважно, он Высший, я не считаюсь со своим желанием получать, я считаюсь только с тем, что я завишу от него. Вы слышите меня? Это значит, что я не считаюсь собственным Ахабом. Когда мне говорят, какой там Высший, что тебе с него? Ты же от него ничего не получишь, он же пренебрегает тобой, он кричит на тебя, откидывает, отбрасывает, где твое самоуважение, где твое знание, где раскрытие чего-то, у тебя же ничего с него нету. Я отменяю свой Ахаб и сливаюсь только с Высшим. Это состояние Катнута. Гадлут – это когда Высший показывает мне, что в нем есть свет. Вместо тьмы возникает свет. Теперь мне нужно прильнуть Гальгаль Тайнаем Высшего в то время, как в нем есть свет. Прильнуть только для того, чтобы быть слитым с ним так же, как я был слитым во тьме. Тьма помогла мне быть слитым с ним, потому что она помогала мне отталкивать собственное желание получать. А теперь свет говорит мне, что в Высшем есть все. Ты можешь наслаждаться им, ты можешь получать от него, и он будет тебе давать, он тебе все гарантирует, все твое будущее, и я должен против этого. Несмотря на то, что это светит, наложить на себя покрывающий экран для того, чтобы прильнуть к Высшему. Как будто в нем нет ничего, иначе не будет Двекут, слияние с Гальгаль Тайнаем его, в Келима-Даче. Это очень трудная работа. Находиться в Гадлуте первого вида, Гадлут-де-Мина-Алев. Это еще только первый вид, Мин-Алев. Ну, ладно, может быть, чересчур. Ладно, продолжим. Короче говоря, таким образом достигает Гадлута первого вида. 135. Второй вид. Ступень восполняется Дьюстиус Фирот собственными силами. Когда Зон-Де-Ак светит новым светом через Есот-Де-Ак, который называется Точка-Шурук, в Аб-Вейма, и спускают Гейта-Таа к нижнюю Гей, из Аб-Вейма в Пе, таким образом, поднимаются Келим Ахапа-Аб-Вейма с места их падения в семи нижних сферот в рожь Аб-Вейма и восполняют десять сферот, которые Аб-Вейма заполняют сами, поскольку постигают Келим Ахапа, которой не хватало им. В то время как в первом виде, когда получили восполнение из Кеттера с помощью слияния с его Ахапом, на самом деле испытывали недостаток Ахапа, но с помощью включения в Кеттер получали свечение из Ахапа, достаточное для восполнения десяти сферот в момент нахождения в Кеттере, но не в момент выхода оттуда на свое место. То есть, после того, как способны достичь самоотмены в состоянии Катнут относительно Высшего и потом в самоотмене себя относительно Ахапа Высшего, находящегося в Гадлуте, получают силы, разумеется, это за счет тех сил, которые получают свыше, получают силы для того, чтобы активизировать и собственный Ахап тоже ради отдачи и достигают собственного Гадлута. Это обычный Гадлут или же Гадлут уже второго вида, Даминабет, когда сами Абабаима достигают активизации своих десяти сферот в полной мере. Но по-прежнему следует понять, что есть свет Хохма в Абаба и нет света Хохма в Име. Има не нуждается в нем, она не может манам сниже активизировать себя и ввести себя в Зевулк с Абаба. То есть, даже несмотря на то, что мы говорим, что есть Гадлут в Абабеима, это Гадлут, когда они заполнены светом. Какой Зевулк нужно совершить между ними, чтобы это передать вниз, это пока еще неизвестно, потому что это зависит от мана снизу. То есть, какого вида, что именно между ними нет Зевулка. Они находятся таким образом, что Абаба полностью в Гадлуте, в нем есть свет Хохма в Абаба, в Име есть полностью свет Хасадима, она находится в совершенстве, и Абаба, и Има находятся в совершенстве и ожидают пробуждения снизу. У них есть свет бесконечности и в Абаба, и в Има, и в Хасадиме, и в Хохма. Ниши, может быть, попросят какой-нибудь один грамм, и ради этого грамма они свяжутся между собой для того, чтобы отдать ему. Несмотря на то, что у них есть громадное желание отдать ему, это огромное страдание, как оказано, больше, чем теленок желает впитать молоко, мать желает дать ему. По делу вопросы. Вопрос из США. Как Ниши знает, что он сливается, как положено, и как Мохин направляет ступень на ее двигатель, на ее слияние? Это нужно комментировать. Мы сейчас не можем входить в работу Творца, то, что называется. Я немного только дал ощущение того, что не просто находиться в катнуте, и в катнуте Мина Аля, в первого вида. 136. Таким же образом достигаются два вида восполнения в семи нижних сферот. Первое. Во время свечения Шурук и поднятия Ахаб в Абаваима, когда Гальгальтайнаем и семь нижних сферот, слитые с ними, поднимаются вместе в Абаваима. И получают там свойства Ахаба для восполнения десяти сферот, при этом Ахаб не является собственно Ахабом, а только свечение Ахаба достаточно для восполнения десяти сферот в момент нахождения в Абаваима, но не во время их спуска на свое место. Еще раз. И таким же образом происходит два восполнения в семи нижних сферот. Первое. В момент свечения Шурук и поднятия подъема Ахаб в Абаваима, когда Гальгальтайнаем в семи нижних сферот, слитые с ними, поднимаются вместе в Абаваима и получают там свойства Ахаба для восполнения десяти сферот. При этом Ахаб не является собственно Ахабом, а только свечением Ахаба достаточно для восполнения десяти сферот в момент нахождения в Абаваима, но не во время спуска на свое место. Второй способ восполнения достигают зад в момент распространения Мохин из Абаваима в семь нижних сферот, за счет чего спускают нижнюю Гей, которая находится в Хазе, до места Сиум Равлей Ак, и поднимают Танги и Избия и соединяют их с их уровнем в Ацелуте. И тогда, вследствие того, что они разбились и умерли, восполняются десять сферот с их помощью, поскольку сейчас постигают Ахаб, который не хватал им. что он желает сказать? Кетер, Абаваима и Зон. Тут есть проблема это все изображать, потому что порцов в Катнутии, в Гадлутии они все время поднимаются, отпускаются, и у нас много всего. В Катнути у нас есть только Гальгальтайнаем, который активизируется, это высшая часть Кетеры, высшая часть Абаваима, высшая часть Зон. Это все Катнутии, Миран и Кудим. Гадлут, Миран и Кудим первого способа, когда Ахаб Кетер получает Гадлут, за счет этого Гальгальтайнаема Абаваима получают Гадлут. Это Гадлут первого способа. Теперь получают они от этого Гадлут. Гадлут второго вида, это когда Абаваима получают Гадлут сами по себе, то есть поступает Светхухма, также Ахаб и Абаваима когда они получают Гадлут, это есть получение Гадлут. Зон тоже в Гальгальтайнаем их, когда они слиты Ахаб и Абаваима, относительно них это Гадлут первого вида. Также как относительно Абаваима это был Гадлут первого вида, когда они были слиты с Ахабом Кетеров, 10 полноценных сферот, это тоже как только Абаваима получают Гадлут, и зон автоматически с ними становится в Гадлут относительно Ахаба Абаваима. И то, что у нас остается, это только включение Ахаба зон, что происходит уже за счет включения точки Хирик в точку Исот Деаг, когда они уже требуют от Абаваима Гадлута, когда они получают этот Гадлут, Парса не отменяется, и поэтому это приводит к разбиению в них. То, что они поднимают с себя Ахаб Де Зон в Гальгальтайнаем Де Зон, это в качестве мана, когда они просят Абаваима от Абаваима свет Хухма, это срабатывает, верно, но когда этот свет опускается, он опускается ниже Парсы, и тогда он разбивает Килим. Весь этот процесс, по сути, производится в Ацедуте, кроме одной вещи, одной вещи. Когда этот подъем снизу вверх при подъеме Ман должен быть выясненным, прежде, чтобы они проверили и выяснили, что здесь есть Левая Вен, каменное сердце буквально, которое нельзя поднимать, и эти Килим, которые уже можно поднимать, Рапах, Ницоцим, Искар, что вместе является Шах, Ницоцим, 320, эти Рапах можно поднять, 288 Рапах, когда они находятся выше Парсы. Поэтому, если Ман устроен таким образом, это называется Мейн-Нуквин. Почему это Мейн-Нуквин? Дважды Майм, дважды Нуквин, Мальхот объединяет, желает объединить себя с Биной, для того, чтобы Бина тоже властвовала над ней. Мальхот над Биной, Бина над Мальхотом, и это признак того, что желает остаться, что эти Рапах, 288, желают подняться и находиться выше Парсы, чтобы оставался только Левый Эвен. Когда мы поднимаем над Парсой по одному в каждой Душе и Храпах, это называется тем, что исправляется Души в 60 лет, то есть, приводим к заключению все наше исправление, возможно, на нас, и при накоплении Левый Эвен, которым мы не пользовались, но так, как мы им не пользовались, он тоже присоединяется в конце своего пути к этому исправлению, и тогда у нас есть все 10 сферот исправленные. Прежде исправление и в Гмаратиконе тоже он сначала в Бине, а потом это не спускается в Малхот, и спустится он, и установит ноги свои на горе Зайтим масляничный, как сказано. в Мире Накудим у нас была неисправность, неполадка, и благодаря этому мы сейчас можем через исправление в Мире Ацедут сделать так, что не будут происходить такие неполадки. 137. Четыре парцува, которые вышли из Абавиима в Келим Хагат, и также четырех парцувей, которые вышли из Иш-Иш-Суд в Келим Детаниим. Также и в них находятся эти два вида восполнения 10 сферот. В одном случае восполняется каждый из них с помощью слияния с Ахапом Абавиима и Иш-Суд в момент нахождения в Рож. И это восполнение 10 сферот первого вида. А затем, когда распространяются в Бия, они восполняют 10 сферот с помощью второго вида, и это имеет место также во всех частных деталях. 138. И знай, что эти пять порцов от Силота Атик, Арихампин, Абавиима и Зон, которые установились в постоянстве и нет в них никакого уменьшения, когда Атик вышел на уровне Кетара, Арихампин на уровне Хухма, Абавиима на уровне Бина, Зон на уровне Зарампина и Ваг без Рош. Это Келим Ахапа, которые выяснились в Менгадлута, восполняют 10 сферот с помощью первого вида, а именно через точку Холом, в которую светит Кетер Некудим, и так восполняют Абавиима с помощью Кетера и постигают свечение Келим Ахапа, и поэтому несмотря на то, что у каждого из них было из Атика Арихампина и Абавиима 10 сферот в Рош, все равно это не проявляется в Гуфе и даже в порцове Атика не было в Гуфе ничего, кроме Ваг без Рош и также в Арихампине и в Абавиима. Смысл в том, что каждый чистый выясняется раньше, и поэтому в них выяснилось только восполнение 10 сферот первого вида, которое происходит с помощью подъема в Вишен или с помощью свечения Келим Ахапа, достаточного для восполнения 10 сферот в Рош. Но это нет распространения из Рош в Гуф, потому что в момент, когда Абавиима включается в Кетер до Некудим, этого им было достаточно свечения Ахапа в Кетера и не нуждались в распространении на свое место из П в Кетер Некудим и вниз. Но поскольку Гуфы Атика Арихампина и Абавиима были в Вак без Рош, тем более и сами зон, которые являются свойством Гуфа Ацелута, которые вышли в виде Вак без Рош. Таков закон. Больше, чем Гадлут Доминалев, нельзя, чтобы работало в Ацелуте. Нет Ахапа вместо него, который бы находился в Гадлуте. Мы это уже изучали в мире Некудим, то, что сказано «да» и «хватит». Это привело к разбиению. Кетер это сдерживает. Он уже сам, он, давший Гадлут Минаалев первого вида Абавиима, тем самым раскрыл путь тому, чтобы Гадлут такой дали Абавиима зон. Поэтому сейчас в мире Ацелут мы должны посмотреть, как нам все упорядочить. Оно упорядочится само собой, тут нет особого замысла, которому должны задумать, как это сделать. Со стороны природы все происходит. У нас есть Решемот, Рот, Ницот, Килим, когда общий закон Гмаратикун с одной стороны этой формулы, и Решемоты эти, которые находятся у нас с другой стороны этой формулы, посередине, как нам нужно сейчас привести в порядок всю систему, чтобы никогда больше не произошло связи между светами и теми Килим, которые находятся ниже паруса. Это, по сути, тот блок, который должен здесь возникнуть и дать нам то условие, когда система выстраивающаяся сейчас будет работать только при этом условии. Свет не проходит парсу. Килим только поднимается над парсой, поэтому система должна ограничить килим, чтобы не поднимались над парсой, то есть, чтобы света не могли передавать им такую большую силу. И как их поднять выше парсы, чтобы пожелали, захотели, попросили, но нет принуждения в духовном. Короче говоря, вся система в мире Ацелут полностью базируется, это то, что я хотел сказать, полностью базируется на разбиении. Полностью. Нет ни малейшей детали в Ацелуте, который бы не был взят от разбиения в своей функциональности и не был бы связан с разбиением и не прогватывал бы сквозь себя весь мирный кудим в Катнути-Гадлути. Полностью находится в Ацелуте. Ацелут живет этим, все время проверяет, сверяется, думает, вычисляет. В каждом своем действии он нуждается в мире на кудиме, потому что относительно этого только он может иметь какую-либо индикацию. И только мы, когда мы раскрываем действия по исправлению, только когда мы можем сверить себя относительно плохого состояния в хорошем. Между двумя этими состояниями мы можем просчитать, каково то верное действие, которое может быть с нашей стороны в Ацелуте. То есть, мы за счет того, что приходим к исправлению, желаем сами, вынуждены, как бы, сами выстраивать мир Ацелута внутри себя. Что значит быть исправленным из моего разбитого состояния, когда я, прежде всего, должен его раскрыть для себя, представить себе, что такое исправленное, и потом, за счет каких этапов я могу к этому прийти. Это значит, что человек учится из этих исправлений, исходя из этих всех расчетов, благодаря этому занятию, этой игре, скажем так, когда мы исправляем себя, мы начинаем понимать, что такое быть подобными Творцу. Поэтому вся эта система разбиения, разбитая система и исправная система, обе эти системы, которые находятся выше нас, дают нам возможность выстроить себя, познать добро, познать зло, и тем самым вырасти, построиться. Поэтому и свыше мы знаем, что мир Ацелут, он выстраивается из разбиения, разрушения мира Никудим, и снизу тоже мы должны подняться от разбиения, от всего раскола, разбиения, для того, чтобы построить себя. Поэтому вы помните, как Раби Акива был рад при разрешении святого храма, когда наступил для него момент разбиения, когда с этого момента и выше уже нет более низкого состояния, только нужно раскрывать это разбиение и исправлять его. Поэтому я здесь так и изобразил, Рапах, Шах, святого, после 8-320 отсюда уже начинается исправление, потому что мир отсюда так и называется мир исправлений. А на этом мы закончим и перейдем к третьей части. И сейчас мы вместе споем песню. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!